Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию будет предоставлена лекция на тему «Техника безопасности, охрана труда, причины травматизма и их предупреждения на занятиях физической культурой и спортом». Физическая травма, рана, увечья, повреждения – это повреждение органа, ткани в результате внешнего воздействия. При нарушении правил проведения занятий спортом или физической культурой возможны различные травмы – ссадины, потертости, раны, ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей, вывихи суставов, переломы конечностей и хрящей, ожоги, обморожения, обмороки, тепловые и солнечные удары. Острые травмы, полученные при занятиях физической культурой и спортом, распределяются по тяжести на 5 степеней. Очень легкие повреждения без потери спортивной и общей трудоспособности. Легкие повреждения, сопровождающиеся в потере спортивной трудоспособности до 15 дней. Средние тяжести травмы, связанные с потерей спортивной трудоспособности от 15 до 20 дней. Тяжелые травмы, после которых спортсмен нуждается в госпитализации или длительном лечении в амбулаторных условиях при потере трудоспособности сроком более двух месяцев. И очень тяжелые повреждения, приводящие к инвалидности. Теперь рассмотрим основные причины травматизма. На наш взгляд, ими являются. Первое. Это организационные недостатки при проведении занятий. К ним относятся непродуманная организация занятия, проведение занятий в отсутствии преподавателя, тренера, слабая дисциплина и подготовленность используемой инвентаря, а также нарушение инструкций и положений о проведении занятий физической культурой. Неквалифицированное составление программы соревнований, нарушение их правил, перегрузка программы и календаря соревнований. Второй особенностью являются ошибки в методике и проведении занятий. Они связаны с нарушением дидактических принципов обучения, регулярность занятий, постепенное увеличение нагрузки, последовательность, отсутствие индивидуального подхода, недостаточный учет состояния здоровья, половых и возрастных особенностей, техническая и физическая подготовленность обучаемых, форсирование нагрузок. Часто причиной травм является пренебрежительное отношение к подготовительной части занятия, разминке, неправильное обучение техники физических упражнений, отсутствие страховки, самостраховки, некомпетентное ее применение, форсирование нагрузок, перенос средств и методов тренировки спортсменов-профессионалов на студента вуза неспортивного профиля. Причиной травм также могут быть недостатки учебного планирования, которое не обеспечивает полноценную физическую подготовку и преемственность формирования двигательных навыков обучаемых. Недостаточное материально-техническое обеспечение, оснащение занятий, некачественная подготовка мест занятий и инвентаря, слабое крепление снарядов, отсутствие табельного инвентаря и оборудования, малые залы, отсутствие зон безопасности, жесткое покрытие и неровности дорожек. Четвертым моментом является недовольтворительное санитарно-гигиеническое состояние зала, площадок, слабая вентиляция, недостаточная освещенность мест занятий, запыленность, низкая температура воздуха и воды, если в УЗИ имеется бассейн, неблагоприятные метеорологические условия для занятий на открытом стадионе, например, дождь, снег, сильный ветер и другие, недостаточная акклиматизация обучаемых. Пятым очень важным моментом является низкий уровень воспитательной работы, нарушение дисциплины, поспешность, невнимательность тренера и обучаемых. Шестым моментом является отсутствие медицинского контроля, допуск соревнованиям без прохождения врачебного осмотра, невыполнение преподавателем, тренером врачебных рекомендаций по срокам возобновления занятий после заболеваний, по ограничению нагрузок, комплектованием групп, зависимо от степени подготовленности студентов. Как видно из этого материала, изложенного выше, основными причинами травм и несчастных случаев является нарушение правил, обязательных про проведение занятий по физическому воспитанию и тренировок в высшем учебном заведении. Очень важным моментом на занятии по физической культуре является профилактика травматизма. Это основное направление в технике безопасности на занятии по физической культуре и спорту. Профилактика травматизма – одна из важнейших задач современного общества. Работу по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической культурой является одной из важнейших задач администрации, преподавателей, тренеров кафедр физического воспитания в УЗИ. Однако множество случаев нарушений организационного, методического, санитарно-гигиенического характера приводит студентов к травмам и ухудшению здоровья. Следует также помнить и о том, что спортивные залы современных ВУЗов, как правило, оснащены тренажерами и достаточно сложным и разнообразным спортивным оборудованием. Безопасность занятий в таких спортивных залах зависит прежде всего от твердых знаний студентами правил установки в рабочее и исходное положение снарядов, а также от обучения молодежи приемом страховки и самостраховки. Во избежание возможных травм при занятиях на тренажерах и спортивных снарядах необходимо выполнять следующее правило. Первое. Все действия обучаемых по установке оборудования должны организовываться и осуществляться только в присутствии педагога-тренера и по его распоряжению. Второе. По окончании установки оборудования в рабочее положение необходимо обязательно опробование его снарядов. Важно также знать и некоторые особенности операции по установке секций грифов, перекладин и жертей брусьев, гимнастических лестниц, фиксаторов, хомутов, которые нужно наглядно показать всем студентам. Так, при отодвигании секции от стены к центру зала обучаемые во избежание травмы стопы должны находиться сбоку секции, толкая ее одной рукой. Во время установки перекладины брусьев, при опускании хомутов, грифов и жердей, чтобы исключить травму кистей рук, нельзя держаться ими за вертикальную направляющую трубу секции, а при отведении в сторону грифа или жерди необходимо соблюдать осторожность, чтобы не задеть ими рядом стоящего человека. Также большое внимание необходимо уделять установке обучаемыми стопорных болтов, которые должны до упора вставляться в свои гнезда отверстия с последующим загимом фиксатора, находящегося на конце каждого болта, тем самым исключая возможность его выпадения при работе на снарядах. После установки снарядов в рабочее положение нужно под каждый снаряд положить необходимое количество гимнастических матов. Если многокомплектное спортивное оборудование установлено на открытой площадке, то важным условием безопасной работы является предварительная подготовка мягкого грунта, песок с опилками и под снарядами. Перед занятиями необходимо разрыхлить песок и немного его увлажнить. При выполнении обучаемых физическими упражнениями на снарядах возле спортивного оборудования не должно быть каких-либо посторонних предметов. В целях предупреждения травмах обучаемых необходимо осуществлять технический уход за спортивным оборудованием. Он заключается в систематическом контроле со стороны педагога-тренера за целостностью элементов снарядов, узловых креплений, а также в периодической смазке всех трущихся деталей – шарниры, подшипники и другие. Все занятия на тренажерах и другом спортивном оборудовании должны проходить организованно и под непосредственным контролем преподавателя или тренера. Для предупреждения травматизма необходима систематическая проверка прочности установки снарядов, подвесных колец, растяжек для креплений снарядов к полу, страхующих устройств. Для защиты ладоней используют специальные накладки, для профилактики и повреждений лучезапясных суставов – кожаные манжеты, для предохранения от ушибово снаряды отдельных частей тела – поролоновые прокладки. В целях безопасной работы на тренажерах и спортивных снарядах важное значение имеет физическая помощь, страховка и самостраховка студентов на занятиях. Помощь заключается в физических усилиях, прилагаемых преподавателем или обучаемым в целях правильного и успешного завершения части или всего изучаемого упражнения. К основным видам физической помощи относятся помощь проводкой, помощь фиксацией, помощь подталкиванием. Страховка. Страховка – это готовность преподавателя, тренера оказать помощь занимающемуся, неудачно исполняющему упражнения. Страховка и помощь связаны между собой. Физическая помощь сводится к минимуму или прекращается на занятиях совершенствования физических упражнений, когда студенты выполняют это упражнение самостоятельно. Самостраховка рассматривается нами как способность человека самостоятельно выходить из опасных ситуаций, прекращая при этом выполнение упражнения или изменяя его для предотвращения возможной травмы. Например, при выполнении стойки на плечах, на брусьях, в случае падения вперед, обучающийся должен сделать кувырок вперед, ноги врозь. При соскоках со снарядов, влекущих за собой падение, тоже выполнить кувырки. Одна из важнейших функций работников сферы физического воспитания и спорта является профилактика спортивного травматизма. Причины травматизма заключаются как правило в нарушениях учебно-тренировочного процесса и правил соревнований, а также в нарушениях санитарно-гигиенического характера. Зачастую обучаемые получают травмы из-за неудовлетворительного состояния покрытий на местах занятий, неровный твердый грунт площадок, неисправный или скользкий пол, гимнастические залы, неровный лед, плохое состояние места отталкивания или приземления для прыжков и так далее. К недостаткам оборудования мест занятий относятся некачественные или изношенные снаряды, маты, татами. Второе. Наличие на местах занятий посторонних предметов. Третье. Неисправность спортивного инвентаря или его неправильное хранение. Четвертым моментом является несоответствие размеров и массы инвентаря индивидуальным особенностям занимающимся. Каждый вид спорта имеет свои особенности и по-своему влияет на организм человека. При занятии гимнастикой возможны ссадины, потертости, ушибы, растяжение связочно суставного аппарата, преимущественно верхних конечностей. Для исключения риска травматизма в этом виде спорта используют также технические средства, такие как поролоновые ямы, тренажеры с поясом для изучения оборотов на перекладине, амортизирующие пояса для страховки при обучении и выполнении сложных комбинаций. Травматизм при занятии лёгкоатлетикой различается в зависимости от узкой специализации в видах спорта. Спринтеры, например, чаще страдают от растяжений и надрывов двуглавой мышцы бедра, икроножной мышцы, ахиллова сухожилия, растяжений связок голеностопного сустава. Барьерный бег пополняется ушибами и растяжением связок коленного и голеностопных суставов, травматических радикулитов. При беге на средние длинные дистанции возникают потертости стоп и промежности, хронические заболевания сухожилий и мышц стопы и голени. Для баскетболистов характерны травмы связочного аппарата, голеностопного сустава, ушибы, растяжения боковых, крестовообразных связок, повреждения менисков коленного сустава, а также ушибы и растяжения связок пальцев и кистей рук. Травматизм у волейболистов может быть связан с ушибами пальцев кисти лучезапясного, плечевого, локтевого суставов, ушибами туловища, которые чаще связаны с дефектами оборудования, неудовлетворительным санитарным состоянием зала. При занятиях футболом чаще травмируются, как правило, нижние конечности, возникают хронические артриты коленного сустава, растяжение связок коленного и голеностопных суставов, происходят ушибы, надрывы и разрывы мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц, травматические переоститы большой берцовой кости голени. Нужно обязательно следить, чтобы на поле, как и в других местах занятий, не было камней, стекол и других предметов, которые могут привести к травмам и падениям. Занятия на открытом воздухе у лыжников при низких температурах опасны также из-за возможности обморожения. Сильный ветер, повышенная влажность воздуха, тесные мокрые обувь могут вызвать обморожение даже при нулевой температуре. Таким образом, для профилактики спортивного травматизма преподаватели физического воспитания должны строго соблюдать правила рациональной методики обучения и тренировки, учитывать индивидуальные особенности занимающихся, обеспечивать необходимую страховку при выполнении упражнений, обучать студентов правилам страховки, само- и взаимостраховки.